Электрофорная машина Электрофорная машина, с помощью которой можно пускать длинные электрические искры, это один из самых интересных приборов в школьном кабинете физики. Разрядники, между которыми проскативает искра, соединены с конденсаторами, в которых накапливаются электрические заряды. Снимем с машины вилки с разрядниками, чтобы лучше рассмотреть ее главную часть. Два диска из оргстекла с нанесенными на них металлическими полосками и две пары щеток, которые обеспечивают замыкание между противоположными полосками на каждом диске. Диски вращаются в противоположные стороны. Два вращающихся диска с металлическими полосками схематически соединим крест-накрест двумя проводниками с концевыми щетками. Чтобы не загромождать чертеж, один из проводников изобразим идущим в обход. Электрические заряды в электрофорной машине разделяются не за счет трения, но за счет электростатической индукции. Пусть на одной из полосок имеется небольшой положительный заряд. Он притягивает к себе отрицательные заряды на расположенные рядом с ним полоски второго диска, а полоска на другом конце проводника заряжается положительно. При вращении дисков наведенные заряды переносятся вместе с полосками. Дойдя до второго проводника, они точно так же наводят заряды на полосках первого диска. Почему же разделение зарядов все время усиливается? Дело в том, что если на первом диске одинаково заряжено несколько полосок подряд, то на полосках второго диска наведутся большие повеличения заряды. Эти заряды наведут на первом диске еще большие заряды, и рост зарядов будет происходить в геометрической прогрессии. Заряд накапливается на полосках обоих дисков. Как же он поступает на конденсаторы? Ведь прямого контакта между вилками и полосками нет. Для этого нужны острия на вилках. Если напряжение между полоской и вилкой достаточно высокое, то на острие вспыхивает коронный разряд, и заряд с полосок стекает на вилке через воздух. Добавим на схему вилки и конденсаторы. Теперь здесь изображена полная конструкция электрофорной машины. Конденсаторы за счет своей емкости позволяют при том же электрическом напряжении накопить больший заряд и увеличить искровой ток. В сухом воздухе напряжение пробоя достигает 30 кВт на сантиметр. Если молния проскативает между разрядниками, разведенными на расстоянии 4 сантиметра, это означает, что напряжение в этой машине превышает 100 тысяч вольт. Поместим между разрядниками люминесцентную газоразрядную лампу. Когда машина работает, находящийся внутри лампы газ начинает светиться. В нем загорается тлеющий газовый разряд. Хотя создаваемое машиной напряжение весьма высоко, лампа светится слабо. Вырабатываемой мощности не хватает, чтобы зажечь ее сильнее. А вот вертушка, приводимая в движение за счет ионного ветра, от электрофорной машины вращается вполне успешно. Здесь большая мощность не нужна, и даже малые токи раскручивают ее до большой скорости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова